Здравствуйте! На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112» в студии Айдар Гумеров. И сегодня мы покажем, как скорая помощь с маленьким пациентом не доехала несколько сотен метров до больницы. Я из Астана ехал, вез пациента в больницу, даю кого-то тяжелого ребенка. Кто виноват в столкновении? Поиски закончены. Ну это вообще был такой ребенок вообще, самый добрый, самый светлый. Подросток, попавший в Нижнекамске три дня назад, найден мертвым. И расскажем, что мужчина обвиняется в совращении 56 детей. Кроме того, обвиняемый встречался с четырьмя девочками в возрасте от 10 до 13 лет. Почему подростки ему верили? Это и не только прямо сейчас. Вез тяжелобольного ребенка в больницу, но не доехал нескольких сотен метров. На пересечении проспекта Победа и улицы Бакир-Манче карета скорой помощи на полном ходу врезалась в бок Киерио. Легковушка ехала на зеленый сигнал светофора и произошедшее повергло водителя в шок. При этом он утверждает, что неотложка двигалась на красной беззвуковой сирены. Водитель последний уверяет, что сирена была, и каждый приводит свои доказательства. Их выслушал Дмитрий Аринин. Я уже ее скоро увидел, когда уже за секунду до удара. Случившееся стало полной неожиданностью для водителя Киа. Он ехал с стороны улицы Бакир-Манче в сторону метро проспект Победы. Рассказывает, что горел зеленый свет, поэтому смело выехал на перекресток. Через секунду произошел удар. А скорая, похоже, ехала с стороны, ну, проспект Победы, поворачивала на Оренбургский дракон. Но когда я ехал на разрешающий сигнал стафора, сигнала звукового не было, то есть сирены. Я бы ее услышал. Избежать столкновения, говорит, было невозможно. Скорая помощь протаранила легковушку. Основной удар пришелся на водительскую дверь. Молодого человека засыпало осколками. Неотложка везла больного ребенка из Арска в ДРКБ. Не доехали несколько сотен метров. На место оперативно подъехала другая карета скорой помощи. Маленького пациента передали им в руки. Водитель разбитого медицинского автомобиля утверждал, ехал как положено, с включенными проблесковыми маячками и сиреной. А видеорегистратор тоже есть? Да, да, вот сотрудник смотрели, говорит, у тебя звук есть. А вы, получается, пациента везли, что ли? Да. С вызова ехали? Нет. Я из Арска ехал, вез пациента в ДРКБ, тяжелого ребенка. Скорее всего, именно запись видеорегистратора поможет решить разногласия обеих сторон. Но правила движения обязывают водителей спецавтомобилей убедиться, что их пропускают, прежде чем выехать на перекресток на красный свет. А как рассказал водитель Киарио, у него есть свидетели, которые готовы подтвердить, что тоже не слышали сирены. Окончательную точку в происшествии поставят автоинспекторы. Они же определят виновного в этой аварии. С места ДТП карету скорой помощи пришлось эвакуировать коллегам. Собирался в командировку, но путь закончился. Едва он с полным баком выехал с автозаправки. На улице Тецовской столкнулись две «Лады». «Ларгус» и «Лада девятой модели. Сильный удар нарушил планы обоих водителей. При этом один из них пробил головой лобовое стекло своего автомобиля. Рамиль Шайдулин узнал, в чем причина столкновения. Первые эмоции оказались достаточно бурными, но быстро стихли. Для водителя «Лады Ларгус» день окончился очень неудачно. Он собирался ехать в командировку на служебной машине. Решил подготовить авто к дальней дороге заранее, заправил полный бак и собирался заскочить на мойку. Но буквально за пару мгновений его планы на ближайшие несколько дней кардинально изменились. Я выезжал с заправки, встречка была свободная, который ехал по крайней правой полосе, он меня пропустил. Он остановил и моргнул, думал, выезжай. То есть он меня пропустил. Я стал выезжать, а это по второй полосе несся большой скоростью. Все произошло быстро. На «Ларгусе» увидеть «Девятку» не успели. Водитель последний пытался затормозить, но избежать удара все равно не вышло. Разбил головой лобовое стекло и ударился коленом о переднюю панель своей машины. Вообще резко произошло. А скорость какая у вас была? Да и у меня фигня скорость. Тут пробка же девушка была. К счастью, медицинская помощь никому не понадобилась. Выставив знак аварийной остановки, водители остались дожидаться. Автоинспекторов. Рамиль Шайдулин, Алла Рыкова, Азат Самигулин. Вызов 112. 24-летний водитель бульдозера погиб этой ночью в реке Альметьевского района. По предварительной версии, молодой человек занимался земельными работами возле одной из скважин. Позже он уехал к другому объекту, но добраться до него ему было не суждено. По пути туда он вместе с бульдозером опрокинулся в реку Кичуй. Спустя несколько часов его нашли рабочие и вызвали полицейских. По неустановленным пока причинам, бульдозер опрокинулся в реку, при этом упал на дно кабиной. По предварительным данным, мужчина скончался в результате утопления. В настоящий момент тело направлено на экспертизу. Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Одноэтажный частный дом сгорел дотла. Сегодня днем на улице Ашхабадская. Сообщение о пожаре поступило по единому телефону вызова экстренных служб 112 в полдень. Примерно через час огонь удалось ликвидировать. В процессе тушения пламя могло перекинуться на соседние дома. Однако спасатели этого не допустили. Со слов соседей, в помещении проживал мужчина, женщина и 12-летний ребенок. Его с отравлением угарным газом госпитализировали в ДРКБ. Пострадал и хозяин дома. Он получил ожоги, но от госпитализации отказался. Причины пожара устанавливаются. 16-летний подросток, которого последние три дня искали волонтеры и полиция Нижнекамска. Сегодня в 11 часов дня найден мертвым. Тело мальчика обнаружили в лесу. Родственники и друзья до последнего надеялись найти подростка живым. Он ушел из дома друга в одной футболке, не взяв телефон. Сейчас полиция выясняет, как он оказался в лесу и что послужило причиной смерти. Динара Камалова подробнее. Лесной массив несколько десятков километров от места, где 16-летнего Евгения Сурикова видели в последний раз. Волонтеры как раз направлялись в эту сторону, когда полицейские дали поискам отбой. Тело подростка сотрудники полиции обнаружили в лесу в корабельной роще. Неизвестно, сам он сюда пришел или же нет, причины смерти также пока не ясны. Родственники и друзья безутешны, никто не скрывает слез. До последнего они надеялись найти Женю живым. Ну это вообще был такой ребенок вообще, самый добрый, самый светлый вообще. Душа компании, у нас как бы одна команда была. У нас и родители в школе, и друзья, одноклассники, мы все вместе дружили всегда, общались. На все мероприятия вместе выходили. Он везде участвовал, он у нас боксом занимался, он как бы так-то спортивный мальчик был. Его искали три дня вместе с волонтерами, родственниками. Мы осматривали обочины, поля и леса в радиусе нескольких километров от места исчезновения мальчика. Сегодня поиски начались в 9 часов утра, а в 11 поступили страшные вести. Мы не успели, уже были сформированы группы, отправлены на определенные участки, на просмотр квадратов и не поступила информация, что Женя найдет. Напомним, подросток пропал 26 ноября, ночь субботы на воскресенье. Он провел с друзьями, а рано утром ушел. По словам товарища, они не сразу заметили его исчезновение. Верхняя одежда и телефон Жени остались в квартире. Как 16-летний мальчик оказался в лесу в нескольких километрах от города, в одной футболке предстоит выяснить сотрудникам полиции, как и причину его смерти. Динара Камалова, Эльвира Софиулина, Евгений Лызаев, вызов 112. Предстанет перед судом за совращение 56 маленьких детей. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 33-летнего жителя Альментьевска. Как следует из материалов дела, мужчина знакомился с детьми в интернете под вымышленными именами, уговаривал их снять непристойные фотографии или видео, после чего угрожал их распространением. С некоторыми из них потерпевший встречался в реальной жизни. Все подробности в репортаже Айрата Назипова. По версии следствия, 33-летний мужчина, житель Альментьевска, создал в одной из социальных сетей две вымышленные страницы – 11-летней девочки и 14-летнего мальчика. Под чужими именами на протяжении двух лет он знакомился с детьми в возрасте от 10 до 14 лет, уговаривал присылать ему фотографии и видео интимного содержания. Получив данные снимки, он требовал делать дополнительные записи, угрожая в противном случае их распространением. Кроме того, обвиняемый встречался с четырьмя девочками в возрасте от 10 до 13 лет, либо у себя в гараже, либо приходил к ним домой. Всего от его действий пострадали 56 детей, 51 девочка и 5 мальчиков. Задержать мужчину удалось после того, как мама одной из потерпевших увидела свою дочь в обнаженном виде. Она фотографировала саму себя. Поняв, что происходит, женщина тоже сообщила в полицию. Сейчас мужчина обвиняет в 96 преступных эпизодах. Возбуждено сразу 4 уголовных дела. Свою вину он полностью признал и отказался от дачи показаний. Сославшись на 51 статью Конституции Российской Федерации, в ближайшее время состоится первое заседание суда. Айрат Назив, Константин Бушуев, Вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать обо всех происшествиях. Вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 8 98 69 112 112. Это можно сделать и в нашей группе ВКонтакте. Тут даже можно присылать и снятое вами видео. В студии была Эдар Гумеров. До встречи. И не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.